Для любых ли шести отрезков, если из любых трех можно сложить треугольник, для любых ли шести таких отрезков можно составить тетраэдер с такими длинными реберами. Тетраэдер это четыре точки в пространстве, каждый весь из которых соединены отрезки. То есть, смотрите, когда вы берете один отрезок, другой, третий, вам желательно, чтобы выполнялся тиранец треугольника. Но, правда, про противоположные ребра ничего такого нет. Но давайте просто возьмем шесть отрезков, про которые известно, что из любых трех треугольник сложить можно. Интересный вопрос. А тетраэдер из всех шести удастся сложить или нет? У меня просто... То есть, чтобы одной стороне могло принадлежать два отрезка? Не понял. То есть, чтобы... Из палочек сложить тетраэдер. Ух ты. И все шесть? Можно, из любых шести таких. Ну, расскажите, как? Да, можно. Ну, треугольник, берем любую палку. Да. После этого у меня есть еще и два отрезка. Да. А почему они будут ровно нужной длины? Ну, смотрите, я могу... Вот на пуск сесть треугольник. Какой-то хорошо, только ответ не такой. Почему? Думай. То есть, не можно. Те, не я. Оказывается, что можно придумать систему, из которой тетраэдер не сложить. Смотрим треугольник. Отмеченный угол, ну, то есть, тупой угол, будет больше, чем 120 градусов. Пусть. Да. Пусть. Тогда рассмотрим шесть отрезков. Пять отрезков длины А и шестой отрезок длины В. Тогда как он выглядит? Здесь где-то будет точка, четвертая точка. Три точки и четвертая. Из нее будет выходить три отрезка длины А. Такая точка будет. Да. Посчитаем угол двумерных, ну... Зайц-плостью угла. Это 60 градусов. Да. Плюс 60 градусов. Да. Угол больше, чем 120. Такого не бывает. Да. Да. Давайте посмотрите на эту картинку. Только не будем думать ни про какие углы, а будем думать о другом. Время надо. Берем этот отрезок. Что у нас тогда фактически? Два правильных треугольника с общей стороны. Правильно? Да. Замечательно. А теперь посмотрите, господа. Когда у вас есть два правильных треугольника с общей стороны, то здесь действительно 120 градусов. Так? Замечательно. Но понимаете ли вы, что если взять такой отрезок больше, то пространство этой конструкции становится невозможным? Представьте себе, у вас есть два правильных треугольника. Сначала они так более-менее сложены. Расстояние между этими точками почти ноль. Потом они начинают так вот расходиться, расходиться, расходиться. Оно становится в какой-то момент максимально возможным. Тогда это уже не страйдер, оно лишь на плоскости али. Но тем не менее. А дальше уже не бывает. Дальше оно опять начнет уменьшаться. В чем идея? Если вы возьмете середину вот этого отрезка, эту вершину и эту, то есть проведете две высоты, да, на односторонних треугольниках, то Б и вот эти два отрезка образуют треугольник. И получается, что Б должно быть меньше, чем в суммах двух высот. Конкретно числа. Представьте себе, что вот здесь вот 10 сантиметров, 10, здесь 10, здесь тоже вот везде по 10, да. А здесь возьмем, ну, например, 18. То есть вот здесь вот 9 и здесь 9. Давайте я объясню, почему такая конструкция в пространстве совершенно невозможна. Да потому что 10 пополам, это у нас будет 5. А если вы возьмете 5 в квадрате плюс 9 в квадрате, то это будет 25 плюс 81. Это 106. Ребята, 106 больше, чем 100. Поэтому на самом деле, если у вас есть односторонний треугольник, у него высота меньше 9. Понятно? Вот, для тех, кто хорошо понимает, что такое теорема Пифагора, если вот этот вот отрезок А, то высота будет А умножить на корень из трех пополам, соответственно, вот этот весь отрезок, это будет А умножить на корень из трех пополам. А умножить на корень из трех пополам.